Ну ребятки, как ни одно, так другое. Всплыла информация, что выходит новая видеокарточка именно для майнинга. Салют, пипл, с вами Хьюман, минус один майнер, минус один куб и естественно глоточек полезной и вкусной информации для вас. Начинаем. Не успели мы с вами обсудить предыдущую информацию о майнинг карточке и о второй майнинг карточке, как тут уже вылазит вроде как и третья. Данными фотокарточками поделился один из подписчиков сайта VideoCards. Здесь карта явно промаркирована через XFX фирму, видно логотип, ну и собственно примерно что-то такое мы видели с вами в предыдущем месяце в августе. Единственное отличие было в том, что карта, которую мы увидели тогда, она находилась во Вьетнаме. Здесь сейчас уже вроде как карточки идут непосредственно именно их фотографии с Китая. И обратите свое внимание, что на карте нет вентиляторов, а это наталкивает на мысль, что карта разработана с пассивной конструкции, ну собственно логично, с пассивной конструкцией охлаждения и для серверных установок. А говоря же за спецификации, которые отображает программа из GPU-Z, так вот они очень любопытны. И вот данная видеокарточка очень схожа по характеристикам с RX 6700M, да, для ноутбуков. И мы видим здесь у нас Navi 22 на Shira Point, что кстати видно и по задней стороне платы, так как здесь в общей сложности 6 участков трассировки модуля GDDR6. Ну и да, вы понимаете, что здесь у нас память GDDR6 и 10 гиг, причем 2304 потоковых процессоров. Ну а за счет того, что здесь у нас урезанная шина, то пропускная способность снижается примерно на 11,5%, что ниже чем у RX 6700 XT. Но учитывая, что это настольная карта, то скорее всего данная конфигурация, данное железо относится больше к видеокарточке RX 6700. Не M и не XT, а вот именно 6700 обычная, non-XT. Просто конфиг памяти немножко отличается. В плане же питания, здесь у нас карточка оснащена двойными 8-контактными разъемами на задней панели. А это очень типично для установки именно HPC GPU-шек, то есть видеокарт. Выходов для дисплеев здесь тоже нет. Ну и я бы сказал, честно говоря, вот по всей этой информации, что эта карточка очень-очень сильно похожа, чуть ли не идентична той предыдущей, которую мы рассматривали с вами ранее в сюжете. Но за одним отличием, расположение именно конденсаторов на этой карточке немного другое. И это уже наталкивает на мысль, что все-таки карта иная. В итоге у нас здесь с вами получается, ну, два примерных сценария. Либо XFX повторно использует видеокарточки RDNA 2 Radeon для чисто майнинга. Либо же второй вариант, это действительно планируются другие видеокарточки на поприще игровой индустрии. Ну, собственно, в целом не только игровой, а вообще, в принципе, на рынке. Более того, у нас также есть информация по майнингу. Мы видим на скрине, что карта выдает 3906 МХ при майнинге эфириума с использованием программного обеспечения NB Miner. Это у нас уже настроенные характеристики для видеокарточки в контексте майнинга. И мы видим, что да, действительно, температура доходит до 90-92 градусов, что очень-очень много. Но, ребят, а что вы хотели? Тут пассивное охлаждение, тут как бы по-другому будет сложнее. Но, тем не менее, такие вот показатели. На этом у меня для вас на сегодня все. Пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете вообще об этой видеокарточке. И в целом, чего творят производители? Делают они для майнинга, либо это отбраковка? Ну, а с вами буду прощаться. С вами, как всегда, был Хьюман. И, как всегда, кайфовой вам игры.